Царю Небесный, Удержителю души истинных, И в жизни с детствий и вся исполняет Сокровища благих, и в жизни Богателю Принятим селиться мы, и отчистим лет всякие смены. И спаси, блажь, души наши. И спасениями спасительными, и евангельским учением Твоим. Благослови нас, Господи Сим, Чтоб мы пребывали с этим учением Твоим во все дни жизни нашей оставшиеся. Те слава за все Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Послание к евреям, святого апостола Павла, 9 глава, 1 стих. Не забудьте, вы пришли на занятия. И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Толкование. Доказав со стороны священника, священства и завета, что Первый Завет должен был окончиться, апостол теперь доказывает, что и со стороны самого устройства скиний было в ней три отделения. Одно внешнее, предназначенное для всех вообще иудеев, и эллинов. Далее следовало завеса, за которую входили священники, совершая ежедневные службы. Это отделение называлось святым. Эти отделения были образом Ветхого Завета, ибо там все совершалось жертвоприношениями. Святое же святых было образом нашего таинства. Ибо, говорит Первый, то есть Ветхий Завет, имел постановление, то есть символы или законоположение, но имел в то время, ныне же не имеет, ибо прекратился. Земным называют его потому, что дозволяет входить в него и в одном и том же здании известно было место, где стояли иудеи, и назареи, и прозвитые, и эллинов. Так как оно было доступно и язычникам, то и называют его земным, мирским. Да, вот вопрос у меня есть. Есть ли что-нибудь в том, что исчезла Скиния и появился Дом Божий? Общий вопрос. Да, общий такой вопрос. Это же говорится о Ветхом Завете. Ветхом Завете. Ну там было два каких-то разделения непонятных. Сначала была Скиния. Ее носили. Господь прям заповедал. Сделали там, опускались кожаные такие занавески. И святая святых было, и святое. И двор, где стояли верующие, молились мужчины. Только мужчины. Женщины стояли за пределами этой Скинии. Представьте, он же большой был. Их там миллионы были. И как-то они туда входили же, мужчины. Огромная была территория огорожена. Потом эта Скиния вся была в Сихеме. И потом ее там перемещали еще по разным там городам. И в один из моментов, я так понимаю, Скинию скрутили, наверное, на хранилище куда-то. И Давид накопил материалов, а Соломон построил храм. И этот храм, это как бы скиния, только каменная. А Господь потом сказал, но я же не в рукотворных храмах живу. Господь сказал. Кстати, этим часто пользуются. Я в нерукотворных храмах живу. И в то же время Соломон попросил, чтобы было благословение на этом храме. И говорит, Господи, когда придут они, вот будет им плохо, они придут сюда. И причем облако такое сошло, как туман. И все это видели. То есть, осветился храм, Божь, Богом. Хотя Господь сказал Давиду, ты не будешь строить дома мне. Да мне этот дом и не нужен. Вот это то же самое, что было с царями. Они говорят, мы хотим царя, как в других народ еврейский, Самуилу. А Самуил пошел и говорит, Господи, вот они меня отвергают. Он говорит, да они не тебя отвергают, они меня отвергли. И в то же время, да им царя сказал. И тут тоже, хорошо, пускай строит дом Соломон. Вот у Господа Господь говорит одно, а мы упираемся вот так вот. И вот наша немощь, вот эта плоть, она на законе сказывается. Как бы Господь нам говорит, ну понятно, упертые ребята. И вот я вам просто задаю, есть что-то в этом или нету? Или ничего в этом нету? Или это какая-то смена начинается уже? Верхово закона на новый. Или перемене. Да, к перемене должно быть. Или это просто евреям как бы подсказка была. Вот видите, как все переменилось. Почему вы не протестовали? Почему не вышли все? Скинь ее, хотим скинь ее. Никто же не маршировал, ничего. А могли бы выйти и прямо сказать. Да Моисею Господь сказал скинь ее поставить, а не дом каменный. Ты что решил дом каменный делать? Все вдруг дружно подумали, как какой-то пиар-ход был. Как будто везде ходили и говорили, вот ты где лучше любишь жить? В шатре или в каменном здании? Ну и все люди. Ну конечно в каменном здании там ветер не дует. А шатер как громыхнет. Вот мы один раз в шатре ночевали с Женей, когда он у меня работал в поле. Как гроза громыхнула и дерево на наш шатер. Ба-бах. И прямо на его постель. Хорошо там ноги его были. И хорошо просто ветка. Вот сам ствол рядом упала, вот такая ветка на него. Я его оттуда доставал, вырубал, там пилил. А дождь такой, молнии сверкают. Неуслучи в каменном доме. Мы тогда сказали, а почему тогда наш Бог в кожаных? Ну я так предполагаю, я не говорю, я нигде этого не читал. Ну как-то все согласились, что конечно каменный дом лучше для Бога. Ну с чего это пришло-то, откуда-то? Никто не знает. И Господь как бы этим показал. Видите, вы согласились же. Скинию, которую я вам сказал, убрали. Дом мне построили. Ну как бы спасибо вам. Но, однако, никто же не претендовал на каменный дом. Я скиню все-таки сказал. Вот точно так же придет и новый завет. И новая скиния будет. И эта скиния будет у вас внутри. В ваших сердцах. Не хотите этого? А тут вы уже никак ее исправить не можете. И ни на какой дом. Что вы там внутри построите себя? Ничего. И Господь когда сказал, три дня воздвигну. Но, оказывается, он говорил о воскресении своем. А они подумали, что в три дня воздвигнет храм Божий. Вот такая мысль, что, как бы, вот такая мысль, я где-то давно уже слышала на каких-то занятиях, что Бог хотел им показать еще. Богу не холодно. Ему не холодно. Обратите внимание. Что дом, что шалаш, что скиния. Ему не холодно. Но народ требовал, как и царя, и Бог дал. Делайте. Но все, до времени будет потом разручен. И камня на камне не останется. А теперь, можно дальше? А теперь смотрите, куда дальше это все пошло. Теперь без храма мы молиться не можем. Без рис молиться не можем. Подручника не хватает у священника? Не можем. Тут еще такой шнурок у него затягивается. Не можем. И Петрахиль без нее. Не можем. Без того не можем, не можем, не можем. Вот тебе и новую скинью Господь открыл, да? Ну может это быть? Да, конечно, не может. И следующий вопрос. А можно вообще молиться вот Богу? И Господь примет молитву вот без всякого храма. Ну нет у нас храма. Ну понятно тут. Снег, дождь падает. Это понятно. Для чего храм-то нужен? Ну храм, здание. А вот нет у тебя ничего. В пустыне, туареге. И они вдруг обратились вот к Христу. Могут они молиться? У них нечего построить даже. Ну, Господь в Самарянке-то, не на Горисе и не в Иерусалине, а пусть поклонятся в духе истине. А скинья была, потому что они путешествовали и переносили, а когда остановились и стабильный дом. Я так думаю. Подвижное, это как лагерь Стану у нас, Уйдна Тихонович. А сейчас в доме. То было передвижное, как бы. А теперь все. Вот гляди, еще можно? Вот погляди, сейчас на твой ответ. Тут вопрос такой. А как же такой закон был, что ничего в субботу не делать? И один старец, ну никого у него не было, пошел хворост собирать в субботу. Ну подзамерз что-то, видать, утром холодно было. Собрал хворост, и пришел, его увидели. И вот это, он извинился, а его казнили. Что в субботу он делал дело, а закон был, не надо делать ничего. Так вот теперь гляди, Моисей 40 дней был на горе с Иисусом Нарином. И на этой горе, на вершине, там облако, тучи, мгла, громы гремели. Народ весь боялся, не знал чего. И они так и подумали, он там погиб. Там не видно ничего в этой вершине. Погиб. И вдруг он оттуда выходит, выносит скрижали, и делает скинью давай. И делают скинью, и все были в восхищении просто. Как? А никто не смог догадаться. Ну, жертвенник-то был, ну там помолились, камушки сложили. А чтобы догадаться, что переносное вот такое все, никто не смог. Бог конкретно дал эту заповедь. Делать именно эту скинью и таскать. Дальше он ничего не говорил, что дом ему нужен и так далее. И вдруг у кого-то в голове созрело, что да, путешествие мы закончили, теперь надо строить дом Богу. Откуда это зовут? Ну, у кого-то, а у царя Давида. Ну, вот понимаешь, как ты можешь, вот, это то же самое, что было переменить закон о ничего не делать в субботу. Как его можно переменить? А кому-то вдруг захотелось переменить, и никто не переменил. А скинью переменили. Построили дом. А пророков убрали, поставили себе царя. Не было царя, не было. И Бог не заповедал царя. Он говорил, что да, пророчество было, будет над вами, будет, человек. Вы сами изберете, он будет. И опять пришел Самуил и говорит, дочерей ваших в услужение возьмет. А они ничего не понимают. Царя, царя скандируют. Вот тут скандируют уже. Ваши дети, сыны ваши будут умирать за него на войнах. Они говорят, нет, все равно царя. А когда пришло время детей-то отдавать на смертушку, начали уже головой думать. Какой царь-то? А Саул-то оказался кровожадный. Да поздно. Господь не разрешил царю Давиду построить храм, потому что руки в крови. Разрешите, сын твой построил. Он строил. Господь сказал, построй. И Херувимов, и Серафимов, еще все наполнило этим. Поэтому, по Божьему позволению, был построен храм. Не было там им сказано, Херувимов, Серафимов. Это все было по образу Скини. Ну, по образу Скини, но он... Но он не сказал Бог, построи мне по образу Скини. Я разрешил царю Давиду, он даже тут жил, строил. Я считаю, что это все по немощи человеческой, по нашей немощи. Ну, ладно, царядок царя, получите. Раз не понимаете, получите. Получите и храм, ну что? А потом туда что занесли-то? Давай там торговлю устроили. А помните, почему они решили царя-то переменить, пророка на царя поменять? Как у других народов. Как у других народов. И еще говорили, а у тебя сыновья-то не будут пророками. А кто вам, народ, сказал, что из них будут пророки-то? Кто вам это сказал? Бог еще не избрал. Самуил был в силе. И он бы, может быть, еще долго был в силе. Но вот это вот народное, общее, как заговор против пророков, против замысла Божия, он привел к тому, что Господь просто убрал Самуила, может быть, даже раньше времени. Не надо так, не надо. Не надо? Ну хорошо, попробуйте. И что? Напробовались? И... И дал одного единственного человека, псалмопевец, пророк и царь в одном лице. Таких больше вообще не было никогда. Показал. Вы понимаете, что это за человек? Это единственный человек, которого такая мог найти во всем народе. Его больше такого не будет. Будет только Христос после него. И что? И тот грешник из грешников. Слава Богу, каялся быстро. Но это ли надо было? А пророк никогда не грешил. Пророк. Пророк был пророком до конца. Одного показали в Аллахам. И то этот в Аллахам был не из евреев. А все, кто еврейские пророки были, сами же их евреи всех распиливали, мечами зарубали, закапывали, сбрасывали, топили. Что только они с ними не делали. Почему? Пророк до конца был Божьим. А царь? Не до конца. И вот мы же тоже так же верующие, много лет верующие. И у нас какие-то внутри возникают желания. Вот так нужно делать. И потом какая-то часть подумает, да, надо так и идут. Вот так нужно петь. И потом и идут, понимаешь? Мы вот, мы все люди несовершенные. И мы подчиняемся, и уходим куда-то вот так вот. Вот так вот, так делать все, вот упорство такое. Поэтому нужно, нужно сверять все со Словом Божьим. Нужно делать, как Господь это, и не нарушать. А сатана подходит и искушает нас. Постоянно искушает. Внушает нам вот так нужно. Вот так, а мы еще вообще никакие. Неспасенные никакие. Никто и вообще не знаем, как нас Господь сохранил бы еще до конца дней жизни нашей. Поэтому это тут очень опасно нужно. Никаких не нужно таких поднимать революций. Я хочу, можно добавить? Что-то прямо одно предложение. Хочу сказать о пророках, что вот раньше, когда Игнат Тихонович в проповеди у нас говорил, было на душе, ох, как кошки скребли. Но все равно какое-то было общее спокойствие. Сейчас вот златоуста читаем и не слышим живой проповеди. Как бы того, ну тут Игнат Тихонович тут встает, но тут не там. Многие уже уходят и так далее. А ведь коснулось-то, до какой степени у нас, когда он там говорил проповедь, тут люди начали вставать, немного, но вставать и говорить. Театр одного актера. Кто это придумал, скажите мне? Сатана. Да, а теперь сами них и захотели слушать. И другие, которые слушали, да, тяжело было слушать, прямо хочу сказать, да. Потому что не в бровь, а в глаз. Ну так выберите себе наставника самого строгого, самого неподкупного выбирать. Наставника написано в Слове Божьем. А теперь, конечно, убрали. Попробуй теперь его туда вытащить, на проповедь. Он уже не идет. Почему? Господь так сделал. Пророка свергли и все. Теперь хотите царя? Царя? Ну пожалуйста, вот вам царь. Все по желанию людей. А царь это наше неразумие. Евреям 9.2 Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник. И трапеза, и предложение хлебов. И которая называется святое. Толкование. Называет эту первой именно по отношению к святому святых. Которая была в середине. Перед ней же находился медный жертвенник. Жертвенник для всесожжения. Поставленный ход открытым небом. Затем, если приподнимали завесу. Вернее, покрывало исход 42.15. То она являлась серединой, которой был светильник и трапеза предложения хлебов. Евреям 9.3 За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых. Толкование. Видишь ли, что была первая завеса, которую Писание называет покрывалом. Так как оно свертывалось и стягивалось. Эта завеса отделяла двор, в который входили все вообще. На которой мы приносили жертвы на медном жертвеннике. А скиния, которая доступна была священникам, ежедневно совершавшим службы. Далее, как ты прошел эту завесу, была еще другая завеса. Из-за ней скиния. Глаго, алимоняр, святая, святых. В которую никто другой не входил, кроме одного, только первого священника. Но его однажды в год. Везде же он все называет скинией, потому что в ней обитает Бог. Дальше читаем. Все представляют, что такое скиния? Шакер. Кто нарисовать может, что такое скиния? Понимаете, что такое скиния? Надо им сказать, что. Скиния это закрытое пространство. Закрытое пространство. В самой скинии было еще две скинии. Вот это скиния было двор, притвор. Потом было святое. Перевод есть этого слова? Скиния. Скиния? Ну это... Ковчег. Нет, какой ковчег? Ковчег это ковчег. Скиния это двор. Двор, огражденный двор. Где нельзя подсмотреть, потому что занавеси были глухие. Там не было щелок, что там кто-то стоит и любопытствует. Это не стадион. Ну я чертеж смотрела. Там вот этот наружный двор, там он открытый был. Потом вот этот уже часть. Вот первый жертвенник, который для всех, где молились, там не было покрывало. А потом уже вход, и там святая святыня еще вот так было. Огорожено. Да. Так на чертеже смотрела. Библия написана. Вообще, Иерусалимский храм, вот храм в Иерусалиме, это прообраз скинии. Вот стены храма, это и есть стены самой скинии, двора общего. Да, и там тоже были как полышки. Ну как они? Нет, там что-то было. Подставы и эти. Огорожено, а там шла дальше. Столбы, на которых натянуты были. Но на них, между ними попоны были натянуты. Да, но верхушки не было где-то. Вот наружная часть. Ну вот смотри, вот она была вот. Ну двор он и не покрывался. Двор, да. Вот этот, бюджетный пирожный. Двор, кто говорит? Да он и... А вот тут святая 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 святая. И при Соломоне он не покрывался двор-то. Только стены были и все. Вот так, вот это вот все сюда заходили, да? А здесь уже как вход в скинье был. Тут святая святая. Только немного не так. Покрывало здесь. Немного не так. Вон двор был. Дай я покажу. Вот тут вот это был двор. Немного неправильно нарисовала. Вот. Вот это был один вход. Вот вход сюда. Вот здесь вот было одно такое помещение. Большое. Оно делилось на святая святых. Вот это святая святых. И на святое. Вот это святое святых. А это просто святое. Здесь священники. Тут столы предложения были. Тут был этот самый свечник был. Который горел. И когда увидел Захария, ангела. Это вот здесь было. Именно с святым. В святая святых мог зайти. Тут ковчег стоял. Вот сюда ручки торчали из-за занавесства. Тут занавес. И только раз в год, не без крови жертвы, мог зайти первосвященник. Раз в год. Тут была мгла постоянная. Не было никаких окон. Отсюда свет попадал вот со двора. Тут тоже какие-то занавески были. Но не такая занавеска здесь. И эта занавесь потом разорвалась, когда Христос воскрес. Раздралась. Написано надвое. И это показало то, что святое и святое святых соединилось. Христос стал царем всего живущего. Все Господь отдал во власть ему. А вот здесь жертвенник стоял перед святым этим. И здесь приносились жертвы. А здесь везде стоял народ. Почитаем только без большого двора. А здесь вот. А вот тут вот. Вот здесь потом начали делать всякие пристройки. И когда нашли книгу Завета, Священного Писания, то кто там у нас был? Иосия, царь. Он вот это вот все тут. Тут склад был, там мыши бегали. Он все отсюда поубрасывал. Чтобы не было здесь ничего. Вот эту Завесу, которую в Скинии, ее перенесли, получается, в тот храм Соломонов или как? Вот и про Завесу. Свою Завесу сделали просто и все. А эту Скинию, которая была передвижная, ее просто свернули куда-то. У меня не хранилось, наверное, рядом или что. Но об этом не говорится просто. Но это все храм по образу Скинии. Только он величественнее, ясно дело, с камней там золота больше. Евреям 9.4 Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Аарона просветший и скрижали Завета. Толкование. Ковчег Завета называется так потому, что в нем находились скрижали, содержащие закон, исход 40.20. Все эти вещи служили памятниками иудейской неблагодарности. Золотой сосуд с манную, воспоминание того, что они, питаясь ею чудесным образом, возроптали, исход 16 глава 3-10 стих. И чтобы потомки помнили, как о Божьем благоволении, так и об озлоблении их. Жезл Ааронов, воспоминание возмущения бывшего против него, числа 17 глава. Скрижали Завета в память того, что они сокрушили первые своим идолослужением. Ты спросишь, каким образом в книге Царств написано, что в Ковчеге ничего не было другого, кроме скрижалей? Апостол же теперь утверждает, что в нем были положены и золотой сосуд, и Жезл Ааронов. Так как он наилучшим образом был воспитан Гамалиилом, деяние 22.3, в Еврестве, то он, вероятно, заимствовал это из предания, ибо ныне фарисействующие евреи соглашаются, что это было так. Однако, не с начала, но при Еремии, когда было необходимо скрывать Ковчег, тогда, говорят, вероятно, и были сложены в Ковчег эти вещи. Вопрос. Где сейчас находятся скрижали? Жезл Ааронов и золотой сосуд с манами. В Ковчеге? Молодец. В Ноевом. Ну, второй потонул. В Ковчеге не в Ноевом, а в Ковчег, который носили евреи. Крестоносцы. Этот же? Крестоносцы. Ну, в Слове Божьем написано, что Иеремия спрятал. Иеремия спрятал. Ковчег? Да, Ковчег. Во время нашествия неприятеля спрятал в скалах, и никто не смог найти. Потому что чудесным образом место поменялось. Как-то тогда узнал. А как место поменялось? Ну, так пошли посмотреть, где. Вроде бы туда ходили, а там не то место, сюда не то. Господь так глаза застил. Закрыл Господь. До определенного времени никто Ковчег не найдет. Ну, судя по тому, что будет Дом Божий построен, возможно, Ковчег найдут. Да, принесут. А сейчас у евреев нету, короче, храма. Сейчас вообще храма нету. А в храме, в котором был Христос, не было Ковчега? Не было Ковчега. Храм был, а Ковчега не было. То есть, может быть, и без Ковчега как-то, ну, скажут, ну что, Иеремия очень хорошо спрятал. Не смогли мы с ним договориться. А они будут стучаться туда. Сейчас же видите, генетика, все, уже докапывается до самых малюсеньких, уже в преисподнюю, чтобы попасть и узнать все тайны. Все изучить. Да, все изучить хотят евреи. А так приставки раз и сейчас находят. И вот они, ну и сразу, конечно. Ну, пока не видно этого, не будет, наверное, этого. Нет, мысль беспокоит. Вот святые наши русские предсказы. То есть, Серафим все русские. Я точно сейчас не скажу, забыла. Что золотом, когда храмы будут крыть, купола, нельзя будет ходить, потому что там антигрессия. Нет, не Серафим Саровский. Это старцы просто. Там оптинские говорили. Уже ближе к нашему времени. И как относиться? И ходить, не ходить, и что делать? Мне страх берет. Вот сейчас у нас строят рядом. Мы о чем сейчас говорим? Ну, тоже близко, тоже храм. А почему? Вот у меня пришла мысль вот такая. Мы о чем, мы сейчас о чем говорим? Мы говорим о скрижалях. Можно мне вопрос такой задать? Мы не о храме говорим. Мы говорим о скрижалях.